Из-за падения рубля многие россияне стали экономить на покупке одежды и продуктов. Большинству сейчас и в голову не придет покупать новую машину. Если я раньше менял через три года, сейчас буду менять через пять, допустим. Как зависит, будет от ситуации. Статистика подтверждает слова московских водителей. По данным издания «Коммерсант», в ядваре этого года продажи новых автомобилей сократились на 29%. По статистике Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году спад продаж автомобилей в России составил 36%. При этом на дорогах появляется все больше роскошных машин. Парадокс в том, что продажи таких марок, как Porsche, Bentley, Rolls-Royce и Lexus в прошлом году только выросли. Говорит глава представительства Bentley в России Ричард Леопольд. Люди не беднеют и не богатеют в одночасье, так что число состоятельных людей в России остается неизменным. И продажи в секторе роскошных автомобилей, скорее, связаны с появлением новых продуктов. Когда на этом рынке появляются новые продукты мощных брендов, мы увидим, что они по-прежнему продаются. Продажи Bentley в прошлом году выросли на 7%, Porsche на 12%, более скромный показатель у Lexus – 6%. Но на фоне общего падения на треть это впечатляет. По словам экспертов, дело в том, что цены на роскошные автомобили выросли незначительно по сравнению со средним сегментом рынка. И пока реальные доходы среднего класса падают, богатые люди вкладывают деньги в дорогие машины. Автомобиль британской марки Rolls-Royce – Ghost SWB сейчас стоит в России около 19 миллионов рублей. На эти деньги можно купить примерно 50 Жигулей. Но Жигули покупают все хуже, а продажи Rolls-Royce выросли в России в прошлом году на 5%.